Но видео из райского места. Немножко отдохнем, порелаксируемся. Так, возьмем бульончика. Сразу красота. Здесь, судя по всему, расцвели рододендроны. У меня сегодня другая идея показать вам готовую коллекцию. То есть, когда вы приезжаете в питомник, вы хотите видеть, чем все это закончится. Смотрите, здесь есть уже сад, где можно посмотреть, как это должно выглядеть. Смотрите, какой вход в него. Чем это посещение отличается, например, от ботанического сада? Тем, что все, что вы здесь видите, все можно реально купить. За любые деньги. И за маленькие, и за большие, и за средние. То есть, движешься и смотришь, вот какая клумба тебе больше всего нравится. Сами понимаем, что сейчас еще ранняя весна, еще все не цветет, все не в разгаре. У нас здесь есть варианты оформления абсолютно любой клумбы. То есть, вот так может уже на финише выглядеть то, что тебе нравится или не нравится. То есть, ты берешь любое растение. То есть, под каждым растением бирочка. Видишь ее? Читаешь, что это такое на всех языках мира. И смотришь, оно тебе нужно или не нужно. И как в итоге оно может выглядеть. То есть, это фактически твой будущий сад, например, здесь. Но напомню, что все это здесь на месте продается. И ты сначала увидел, как это выглядит. Потом сказал, да, мне это нравится. Потом идешь и покупаешь. Хочешь одногодовалое растение за какие-то деньги. Хочешь там двух, трех. То есть, от трех евро, пяти евро, десяти евро и так далее. Здесь, походу, что-то инстаграмное готовится. Где есть столик, стульик. И вот это вот все сейчас зацветет. Я представляю, как это будет выглядеть красиво. Есть готовые другие решения. Что я здесь делаю? Мне просто хобби. Грубо говоря, есть там лишняя денежка, например, сегодня появилась. И ты просто хочешь заскочить, потому что мимо проезжал, посмотреть на какую-то красоту. А здесь каждую неделю практически что-то новенькое. Я сейчас зашел, увидел, что-то цветет. И ты можешь сейчас даже купить то, что уже реально зацвело. То есть, какой-то вот прям цветок взять, привезти к себе домой и поставить. Вот поохотимся и посмотрим, что же сегодня я здесь выберу. По-моему, здесь любой вообще полет фантазии. Абсолютно все. Ну, цены, смотрите, ну прям мега-демократичные. Что-то можно взять, например, за 2 евро даже. За 3, 4, 5, 6. Ну, такие цивильные цены. Площадь вообще какая-то сумасшедшая на скидку гектаров от 4 до 6. Из прикола то, что, знаешь, это как развлекушка. То есть, взял себе бульончиком, буквально у меня сейчас обед во время работы. Пробежал, купил чего-нибудь там евриков на 5-10, да? Приехал, посадил вечером. Это кайф. В депо ты не получишь привязанных местных растений и не получишь такого качества. Даже стуйку какую-то взять, она, по-моему, здесь всех цветов радуги, как по мне. Это вообще фишка. Такие желтые туи под 3 метра. 14 евро. Прикинь. Вот вариант родододрончики начали цвести. Ты можешь уже с цветами готовые купить ранее. Уже цветут. Где-то по 80 сантиметров от пола. 8 евро, пожалуйста. Вот уже первые рододододроны зацвили. 10 евро. Это 60-70 сантиметров. Короче, у меня родилась идея, мне нужно 3 голубые ели сегодня. Хочу примерно такую комбинацию желтого и голубого. То есть мне понравилась идея, когда желтый и голубой, потому что зеленого у нас так много. Сегодня возьму 3 голубые елочки. Вот так я решил. Зацените количество покупателей, на которые здесь все рассчитано. Берешь такую тачку. Подвинем итог, смотри. Я заплатил 25 евро за 3 голубые ели. За 3 голубые ели 25 евро. Если бы я их, например, сейчас бы поехал покупать в депо, я бы заплатил 60 евро. Чувствуешь разницу? 25 и 60. А теперь элемент гордости. Вот этот бусик, такой же, как у меня. Видишь, парни приехали из Эстонии. Видишь, эстонские номера. А вот тот с прицепом, ребята, из Литвы. Вот это хорошо, когда сюда приезжают со всей Прибалтики. Ну, конечно, все едут, потому что хорошая цена. Но это местные, привязанные, у них выживаемость практически 100%. Надеюсь, поделился полезной локацией. С тебя лайк и подписка. Пока.